Сейте разумное, доброе, вечное Сейте разумное, доброе, вечное Педагогические надежды – конкурс для молодых представителей профессии. Многие из них в педагогике делают только первые шаги, но наверняка знают, как привлечь внимание ребенка и удержать его интерес. Ну, как минимум, это интерактивные доски. Дети в восторге, когда они работают у интерактивной доски, когда они передвигают какие-то буквы, какие-то задания делают. Это делает весь урок успешным. За начинающих педагогов болеют и более опытные коллеги, ведь перед ними не только будущая смена, но и бывшие ученики. Педагогические надежды сейчас открывают целую череду для школьных педагогов конкурсов. Это педагогические надежды, сердце отдают детям, уроки педмастерства, учитель города и учитель здоровья. Но, безусловно, для всех организаторов и руководителей школ именно педагогические надежды – самый трепетный день, потому что на сцену выходят молодые специалисты, а это вчерашние наши выпускники. С каждым годом учителей, желающих попробовать свои силы в этом проекте, становится большим. Молодым представителям профессии урок приходится вести не только в чужой школе, классе и с незнакомыми детьми, но еще и под чутким присмотром жюри, который обычно следит за процессом задних парт. Очень было волнительно и на самопрезентации, и когда давали открытые уроки, когда очень много человек сидел помимо детей. И так детей очень много сейчас в классах, да еще и много зрителей было. Очень было волнительно. Но все справились с этим волнением. Справиться с волнением каждому участнику помогает поддержка детей. За любимого педагога держат кулачки ученики, а за воспитателя – дошколята. Ступеньки мастерства – конкурс для работников дошкольных образовательных учреждений. Они за меня очень все переживают, они знают. У меня старшая группа, детки уже большие. Все желали мне победы, и я думаю, они будут очень рады за свою воспитательницу. Поддержка детей уже высшая награда, дороже всех дипломов, говорят педагоги. И с радостью слышат подтверждение тому, насколько их труд ценен. Добрые слова на вес золота. А на фестивале, где подвели итоги профессиональных конкурсов, добрые слова лились рекой. На своей школе, сейчас можно сказать, испытал отношение детей к нашей системе образования. Но, понятно, семья вместе со мной перебралась. Вы знаете, что у меня есть две дочери, школьницы. В неплохую школу они пошли в посту. Это школа управления делами президента. Я вам честно скажу, они по вечерам очень часто вспоминают те школы, в которых учились в городске. Это в них сидит. И здесь, наверное, было во многом уютнее. А детей, как известно, обмануть невозможно. Как дети воспринимают учителей – один из главных критериев, который учитывается на всех педагогических конкурсах. Грамматику и математику объяснить мало. А вот привить любовь к учебе, интерес к саморазвитию и моральные принципы – это работа, которую учителя выполняют на каждом уроке. И особенно на классных часах. Это отражено и в названии конкурса классных руководителей общеобразовательных учреждений «Воспитать человека». А педагоги дополнительного образования и социальные педагоги сразились за звание лучшего в своей номинации «Сердце отдаю детям». Если мы говорим про педагогические надежды, естественно, упор делается на проведение соответствующих уроков по той тематике, которая выбрана молодым педагогам. Если мы говорим про тренеров-преподавателей, мы понимаем, что это уже идут внеурочные занятия, которые связаны с системой дополнительного образования детей. «Сердце отдаю детям». Здесь оценивается труд и идет обмен опытом классных руководителей, заместителей директоров по воспитательной работе. То есть абсолютно разные категории участников, абсолютно разные критерии оценивания, но результат один – это вклад в развитие наших детей. Хороший педагог – всегда пример для подражания. Юрий Талах тому подтверждение. На чемпионате мира по натурбану в Румынии он завоевал серебряную медаль в индивидуальных соревнованиях и стал бронзовым призером в командных заездах. Теперь учитель физкультуры не только любимый преподаватель, но и гордость школы и города. Борьба была довольно-таки сложная. Когда начались тренировочные только заезды, уже после них я шел в тройки лидеров. Потом была командная гонка, наша команда заняла третье место. И в личном первенстве второе место. Высокий статус рабочей обязанности не отменяет, напротив, способствует большей мотивации у подопечных. Да и сам Юрий строит педагогическую работу так, что почти все его ученики занимаются спортом, приветствуют здоровый образ жизни и физнагрузки. Для меня очень интересно заниматься, например, баскетболом или волейболом, играть в бэтминтон. Это очень интересно. Он хорошо попадает, с ним интересно заниматься. Когда вы форму забываете, он садит на скамейки и дает ученики, чтобы почитали. Мне с ним нравится заниматься, он хороший учитель. Люблю, потому что мне нравится физический труд и нравится заниматься с прекрасным учителем. А какой он учит учителем? Ну, он хорошо ведет уроки физкультуры, никогда не кричит сильно. Всегда хорошо с нами общается. Кстати, в своем звездном январе Юрий стал не только призером чемпионата мира, но и отцом двойни. Спортивных и интеллектуальных талантов в Мурманске много. Одни педагоги завоевывают медали, другие не только в совершенстве владеют своим предметом, но и готовят будущую смену. Да так, что знаниям учеников многие взрослые позавидуют. Блеснутими школьники смогли во время турнира «Что, где, когда», который состоялся в пятой мурманской школе и был посвящен Великой Отечественной войне. Изобретатель Селянкин и конструктор Дьяконов по заданию военсовета Северного фронта за три дня создали гранату весом один килограмм. Основным центром производства стал Ленинград. Вспомните, кто командовал обороной Ленинграда в июле-августе 41-го года и напишите, чьим именем был назван этот килограмм. Команда «Ступаковцы» работает быстро и слаженно, еще бы за спиной в год тренировок. А вот название в следующий раз взяли бы другое. Команда, в которой мы сейчас играем, называется «Ступаковцы». Но это название мне не очень нравится, потому что, скажем так, мы олицетворяем нашего учителя, и это мне не очень нравится, потому что хотелось что-то свое. Игорь Ступаков – учитель истории. Именно он составил для игроков нелегкие вопросы. Говорит, готовиться к таким турнирам за пару дней бессмысленно. Уровень образования подростков в первую очередь – результат воспитания и обучения. Плоды правильного подхода, хорошее знание истории и желание продолжать заниматься ею после окончания школы. Вопросы не имеют своей цели и задачи – проверить знания детей по конкретной тематике. Здесь элемент состязательности, он весьма относителен. Главным образом эти вопросы, они должны научить детей, рассказать им новое, о том, о чем они раньше не знали. Где-то подтвердить их знания, где-то проникнуться в ситуации тех лет. Довольно интересная игра, так как тут больше не работаешь ни головой, ни знаниями, а командная игра. Кто-то собирает какие-то информации, а капитану сделает все наши информации, выводы. Вопросы очень связаны, не больше, так сказать, с логикой. То есть ты логически рассуждаешь, рассказываешь вопросы по каким-то фактам и получаешь ответ. Такие турниры не только расширяют кругозор, но и учат работать в команде. Кто победит – не столь важно, куда интереснее найти ответ и показать себя. У нас общество сегодня такое, вот уровень развития общества такой, когда мы говорим о том, что дети должны работать все вместе, сообща, в школе особенно. Они помогают друг другу, они, как сказать, умеют слышать, учатся слышать, учатся доказывать свою точку зрения, учатся давать слово выступить другому. То есть вот командные игры особенно сегодня у детей популярны. Спорт, история или медицина, в какой плоскости работать после учебы, многие школьники уже определились. А убедиться в том, что выбор сделан правильно, помогают экскурсии на предприятия. Большинство старшеклассников, пришедших в муниципальную стоматологию, мечтают получить медицинское образование, а кто-то уже планирует стать стоматологом. У нас первый раз такая общая экскурсия, что можно что-то потрогать, что-то попробовать себя в этой роли чуть-чуть. Да, было очень интересно. В кабинете зубного врача хотя бы раз в жизни был каждый, но в этот у школьников есть шанс посмотреть на работу врачей с другого ракурса. От возможности почувствовать себя стоматологом Арина Крылова приходит в восторг. Девушка еще до ознакомительного визита в клинику определилась с выбором профессии. А вот ее подруга Анастасия пока сомневается. Но что точно объединяет одноклассниц, так это желание учиться в Петербурге. Вообще хотим в Питер, конечно. А там как получится? А в Мурманске вернётесь потом? Не знаю, что вопрос. Ну тут север, конечно, хочется куда-нибудь потеплее. В мурманских клиниках работают опытные врачи, хирурги, ортодонты, терапевты. Со стажем, порой превышающим 40 лет. А вот молодые люди, получившие диплом медицинского вуза, в родной город возвращаются нечасто. И эта тенденция характерна для всей врачебной сферы. Такие экскурсии пока редкости, чтобы не говорили о современных школьниках. Дети произвели на специалистов хорошее впечатление. И подарили надежду на следующий визит. Правда, в другом статусе – молодого специалиста. Тут дети живые, активные, хотят чему-то научиться, к чему-то стремятся. Это так радует. Вот честное слово. Не лежит душа к медицине, можно пойти в журналисты. О секретах мастерства и непростой профессии учащимся 5-й мурманской школы рассказал главный редактор, пожалуй, самой народной газеты «Вечерний Мурманск». Журналистский клуб «Креатор» появился на базе социально-гуманитарного класса только в этом году. Большинство его участников – девушки. Вероятно, молодые люди, которые здесь в меньшинстве, не хотят связывать судьбу со сложной редакционной работой. Поэтому в поле с блокнотом, ручкой или микрофоном не рвутся. Ну а тем, кому это интересно, и таких немало, стараются познавать азы профессии и даже снимают собственные видеосюжеты. Последний выпуск был посвящен 23 февраля. У нас у школы есть свой ютуб-канал, есть свой сайт. Мы выкладываем, стараемся и туда, и туда. Также вот у нас на втором этаже телевизоры существуют, и мы по ним транслируем на переменах то, что мы сняли. Просмотров у нас достаточно много, школа смотрит почти все. В принципе, довольно популярно. Первый вопрос, который задали будущие журналисты, редактору газеты «Вечерний Мурманск», как правильно вести себя во время интервью, чтобы разговорить с беседником. На что опытный корреспондент, не растерявшись, ответил – лучше готовиться к предстоящему диалогу. И пригласил учеников на практику в газету. Ведь только во время работы можно узнать все тонкости профессии и перестать с дружей в коленках думать об очередном материале. Ребята занимаются журналистикой, занимаются журналистикой в рамках школы, это хорошо. Но кто еще им даст шанс прийти и попробовать себя вот сейчас в этом возрасте, свои навыки, способности, я думаю, что это хорошее. Опыт будет и для них, и для нас. И мы, во-первых, ребят попробуем чему-то научить, и они попробуют себя в этой профессии. А получится ли, а нравится ли мне вот окончательно. Уже 15 лет в школе существует и собственное издание. Газету «Пятерочка» стараются издавать каждый месяц. Над содержанием также работают сами ученики. Основная тема материалов, конечно, связана со школьной жизнью. Но особенно руководство учреждения гордится документальным фильмом. Ленту сняли во время экоэкспедиции по Беломорью еще в 1997 году. Тогда монтировать отснятый в образовательном походе материал было намного сложнее. Если говорить о фильмах, то у нас в школе богатая история. Еще в 1997 году наш фильм «Экологические экспедиции по Беломорью» на всероссийском конкурсе «Подрост» занял первое место. И мы получили грамоту за подписью Ролана Быкова. Но у детей всегда вызывало это интерес. Брать интервью, быть в обществе, быть на виду. И вот только в этом году такая возможность. Журналисты, медики, ученые, менеджеры, строители, экономисты. Все это будет потом, пока они только ученики. А значит, еще рядом те, кто научит, подскажет, даст совет. Впереди самостоятельное плавание. Каким оно будет, во многом зависит от знаний, полученных в школе. И от тех, кто дал эти знания.